Приветствую всех еще раз, кто здесь с нами, кто здесь с нами в эфире. Такой прекрасный день, чувствуется весна, все цветет, все расцветает. Есть у меня хорошая песня как раз насчет расцветание поля, но это мы обычно поем ближе к Песаху. У нас тоже будет сегодня песня по поводу Пурием. Пурием уже меньше чем месяц. И мы сегодня немножко чуть-чуть коснемся Мегилат Эстер, который начинается этими словами. Вот это первые слова Мегилат Эстер вы видите там на листе и на как это произносить. И потом и первый пасук, это я сейчас прочту, наверное, перевод. Это уже первый пасук Мегилат Эстер был в одни Ахашвироша. Это Ахашвирош, что царствовал от воду до Куша над 127 областями или странами. Да, вот так начинается Мегила. Цветок Эстера. Одул-Куш это от Индии до Эфиопии, как говорят. Вот и собственно говоря, весь тогдашний мир был под властью Ахашвироша. Это было вот это событие Пуриема. Это было под его властью Ахашвироша. Давайте сейчас поем эту песню и потом чуть-чуть комментарии. Познакомьтесь с мелодией. Познакомьтесь с мелодией. Познакомьтесь с мелодией. Это одна из песен, на которую мы поем в праздник Пурием, когда устраиваем трапезу. Это известная очень веселая трапеза, там есть митцва, огромная митцва, чтобы радоваться, веселиться и как следует выпить, совершенно оригинальный праздник по этому поводу. И вот одна из песен, которую мы поем, причем это циклически, это может продолжаться, например, мы с друзьями собираемся, эта песня хотя бы 15 минут идет, так что давайте еще раз поймем, кто уже привыкает, может подключиться. Немножко становится быстрее, хотя бы немножко выше. И ебелье мне Ахашвирош, у Ахашвирош, И ебелье мне Ахашвирош, у Ахашвирош. А молек мое ду-вет куш, а молек мое ду-вет куш, Субтитры сделал DimaTorzok у нас сейчас нет времени каковремя трапезе так длинная 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 вот но во всяком случае чуть-чуть коснулись этой настроение и вот читаем я читаю сейчас из-за технических соображений извиняюсь тоже опять насчет акцента но то это то что есть и было во дне ахашвироша это ахашвирош то царствовал от воду и до куша над 120 до 27 семью областями в то время когда царь ахашвирош воссел на царский престол свой что в крепости шушан в третий год царствования своего своего устроил он пир для всех сановников своих и рабов придворных своих начальников войска параса и мадая для знатных и правителей областей что явились к нему показывай богатство славного царства своего и блеск великолепия и величие своего в течение многих дней сто восемьдесят сто восемьдесят дней и по источении этих дней устроиться для всего народа что был крепости шушан от малого до велика семидневный пир на садовом дворе царского дворца за навес из белой ткани хлопка и синети закреплены были белыми линиями и пурпур пурпурными шнурами на серебряных прутьях и на мраморных колоннах золотые и серебряные ложа стояли на полу из красного синего белого и черного мрамора напитки вот это у меня с главный тут момент будет напитки подавались в золотых сосудах и посудина к разной форме и вино царское было вдоволь с царской шедрости а пить и шло чин на них никто не принуждал потому что так приказать царь всем управляющим дома своего чтобы поступали они по воле каждого то выступление дома таки и любопытная я даже нет и не и это тоже мудрец и говорят да что он почему почему он и тут вдруг и делает такой большой праздник такой пир потому что по его подсчету значит закончилась 70 лет который в общем продукт пророчествовал пророк я у что после 80 лет возвращается израэль и на свою землю из галута и продолжается старство творца через израэль и он видит что-то не значит не значит осуществляется и он понял что как будто все вишни значит нулевал или как-то сказать отказался от своего от своего проекта и таким образом он сейчас старствует во всем мире и он взял там по мудрецам взял из храма и все значится золотые и серебряные посуды использовал 6 как будто он у него сейчас храм он храм творца евреи там присутствовали при этом и ничего не сказали даже как бы получили от этого удовольствие как как это бывает галуте у нас да это если хотите немножко параллель сегодня да потому что нас интересует что с нами происходит сегодня такое богатство да богатство только невероятной богатой цивилизации сегодня который конечно тех технологические научно-технологической цивилизации богатый богатейшие очень удобная приятная сами понимаете это западная цивилизация который метр нам тоже очень удобно мы конечно мы занимаемся тору это нам важно свою идентификация на наши земли а наш народ но тем не менее мы живем этой жизни и образом вот это то что можно видеть пары аналогию и что вот идет такая большой праздник это на первом уровне а если вы хотите пойти более глубоким уровнем так тут есть два уровня праздника первый это 180 дней а второй семь дней но семь дней что нам напоминает семь дней праздника сотворение мира а что такое сто двадцать и сто восемьдесят ну беседы я я бы сказал тут есть намеку лай может быть это стан я просто говорю восемнадцатая известно на иврите это хай это жизнь причем это еще снули стульем то есть это я бы сказал если семь дней напоминает нам намекает на этот мир это без созданий шесть тысяч лет которые мы живем и семь тысяч не тысяч не который будет так а должно быть до того еще какой-то большой праздник тут есть намек на бесконечный я думаю на бесконечный свет творца если потому что когда вы слышите царь это всегда мы у нас есть сразу включается тык царь это какой-то царь на земле но всегда есть царь всевышний окей значит и то что в конце этой хотя бы тут описание конечно природного богатства которые эти этого мира который все лишний создал и мы немножко отошли от этого к этой красоты мы давно таки закрыты четыре стены да и телефон и макшер но на самом деле когда у вас будет экскурсия когда мы выходим немножко гуляем по стране и тогда видим эту красоту как говорится как прекрасный тот мир в общем тут это описано так на красоту мироздания но в конце больше всего любопытно для меня во всяком случае напитки подавали золотых сосудок и посудняк разной форме какие у вас есть ассоциация по этому поводу это риторический вопрос у вас не слышно разные форме так мы все разные да каждый человек каждый народ это разные сосуды для получения жизненного изобилия и золотые и серебряные это уже по хасидуту надо понимать разные уровни у нас есть есть тело душа разум этого но сами красы красиво тут купить я шло чина никто не принуждал потому что так приказать царь всем управляющим на своего чтобы поступали они во воле каждого то есть здесь у вас ребята потрясающие подсказка из награды стены гады стата раскрыть из раски на что такое награды стана и вития знаете могила это раскрытие эстер скрытого тут он скрыто написано что есть написано что все что человек на самом деле захочет на самом деле он получит отворца никого не никого никто никого не принуждал если человек хочет или всю жизнь получить допустим я не знаю хорошо покушать хорошо выпить и конечно им и шпага это все очень важно получит если очень деньги получить еще что то если она очень хочет что значит очень хочешь эта цель эта цель и кема до Что значит очень хочет? Это как в кочинге, знаете, что такое кочинг, тренинг, духовный тренинг, там сказано, ты подумай, что ты хочешь на самом деле, что ты хочешь достичь, какой цели, человек подумал, подумал, окей, я хочу, а теперь подумай, что ты на самом деле хочешь. Кто думает, думает дня, три, думает, ну, я вот это хочу. Нет, что ты на самом деле, на самом деле. Есть разные уровни. И теперь мы сейчас гладко переходим к Мишне, чтобы немножко была у нас устная тора, как очень хорошо сказал Давид, невероятная важность устной торы для будущего и для настоящего. Мишна первая читаю. Мегилу, это свиток, да? Мегилу читают, свиток Эстера, читают одиннадцатого Адара, Адар, месяц Адара, это мы сейчас у нас первый Адар, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого или пятнадцатого, не раньше, не позже. В больших городах, а теперь точка, да, ну, пятнадцатого, не раньше, не позже. В больших городах, обнесенных стеной со временем Еушуа Бен-Нуна, да, читают, кто такой Еушуа Бен-Нун? Это, в общем-то, нас, как полководец, царь, главный генерал, который вел, значит, захватил землю Кенаан. И, значит, таким образом, в больших городах, обнесенных стеной со временем Еушуа Бен-Нуна, да, это захвата Израиля, это было порядка три тысячи триста лет тому назад, с лишним, читают пятнадцатого. В деревнях и крупных поселках читают четырнадцатого. И только жители деревень делают это раньше базальные дни. Окей, значит, то что... Сегодня это не так, на самом деле, да? Сегодня все читают... Или четырнадцатого-пятнадцатого. Почему четырнадцатый-пятнадцатый? Риторический вопрос. Потому что должно быть Пурием полнолуния. Как и Пейсак, как и Тубишвар. Полнолуния. Когда полнолуния? Средние месяца. А какая длина месяца? Вы знаете? У нас есть месяц 29 дней и 30 дней. 29-30. Средина двадцать... Это двадцать девять с половиной. Между четырнадцатого-пятнадцатого, как раз полнолуния. Если вы обратили внимание, Пурием Катан, вот было четырнадцатого числа, было полнолуния. Сейчас уже меньше. Это всегда величие проявляется в полнолунии, величие Израиля. Все праздники вообще, многие, пятнадцатого, и суккот, например, тоже. Окей. Теперь, что за... Значит, первый вопрос, почему одиннадцатого, двенадцатого, где мы слышали о таком, что одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого. Это связано тем, что те времена из деревьев не всегда не так часто приезжали в город, но хотя бы максимум, это базальные дни, это было эйом шины и йом хамиши, то есть понедельник и в четверг. Окей, и там было чтение Торы, как это у нас бывает, да, чтение Торы, то есть в деревнях, там, работяги не всегда кто-то находился там, который мог учить Тору, и, конечно, народ Израиль был тогда без исключения связанный с традицией, с еврейством, с Торой, и они приезжали на базарные дни, и за это и в то же время значит, уже читали Тору, и в эти дни можно будет для них тоже делать чтение Торы, значит, это может выпадать на одиннадцатый или на двенадцатый, тринадцатый. Окей, теперь какая разница между четырнадцатым и пятнадцатым, это уже написано Мегила, что все, на всех местах, всех странах, где было, в общем-то, значит, Гзера, это как бы Гзера, или Элазар, конечно, Гзера, на установлении Амана Амана вырезать всех евреев тринадцатого Адара, тринадцатого, он, значит, забросили кубики, кубики, жеребец, это не, не это самое, не монета, нет, кубики, тоже, и вышел у него тринадцатый Адара, окей, поэтому это была дата войны, так, во всех странах, значит, евреи получили разрешение защищать себя, и они победили, убили там своих врагов тринадцатого и уже четырнадцатого делали праздник, а Макатестер, это потом почитайте, или мы почитаем тоже немножко, попросила в столице продолжать войну еще на денек, и еще повесить сыновей, это самое, Аман, а то они еще, они еще продолжали воевать четырнадцатого, уже по всем странам уже праздник, они просили еще продолжать войну, потому что сами понимаете, большие города, это одно дело, когда ты на природе, деревня, все друг друга знают, это все-таки другие нравы, а когда город, и каждый может делать все, что очень, спрячется, и все, там очень, более, больше напряга, напряженности, поэтому там врагов больше, город, городская жизнь, она более неестественная, чем на природе, поэтому против врагов надо было бороться дальше, дольше. Итак, они еще воевали четырнадцатый, уже отдыхали пятнадцатого. Теперь, при чем тут, совершенно непонятно тут добавление, да, что-то было обнесено стеной во время ваше бенуна, а где захвата Израиля 3300 лет, там назад, а где это самое? Пришедшие в Пурим, это уже в конце, после первого царства, просто Гарута, окей, это прошло много, много, много лет, скажем, хотя бы шестьсот лишних лет. Таким образом, какой тут намек, тут просто Мишна, который, Тора Терри Цисрея, устная Тора Терри Цисрея, хочет подчеркнуть, что ты не думаешь, что вот великая держава, которая, значит, властит над всем миром, значит, она единственная. Уже в те времена, в самые древние времена уже было, расцветало тут еврейское царство, который, в общем-то, и потом был храм, поэтому как будто бы тут подчеркивается величие, величие Израиля из самых-самых древних времен, вот, и поэтому вот это упоминается. вот 15 называется Шошан Пурим, и в переносном смысле, если кто-то может помочь открыть дверь, мы знаем, что у нас есть враг, внутренний, конечно, наш враг, есть, которые удовольствуются побороть, победили, все, есть какая-то победа, можно успокоиться, радоваться, праздновать, но есть, которые продолжают воевать самим собой, это более, как будто, высокий уровень работы творца, и, конечно, не только в личном плане, а тоже все израильском, и всемирном плане, и есть основная борьба, есть, что еще приходится продолжать борьбу, окей, замечательно, ребята, теперь мы переходим, после этого, я думаю, что тут найдем что-то общее, я очень надеюсь, я хочу попросить еще кого-то, спасибо большое, очень интересный рассказик, правда, маленький-маленький, вы увидите тут два рассказа, но мы берем сегодня только вторую, оленя, да, и, может быть, в следующий раз возьмем то, что у вас первое, но мы сейчас почитаем рассказ олене, я читаю для слушателей, однажды царь преследовал оленя, но не мог поймать, царские министры ловили вместе с ним и сказали, Ваше Величество, пойдемте обратно, я должен поймать оленя, сказал он, но кто хочет, может вернуться обратно. Значит, картина такая, что, по-видимому, они вышли на охоту, царь и царь, министры, да, это была очень такая приятная, интересная, в общем-то, программа в те времена, вот, и, но, по-видимому, уже, это одлился, одлился, и уже все устали, переутомились, силы уже не осталось, и все, олень все убегает, и отскакивает, как говорится, там, где вы помните, где написано про оленя, который постоянно убегает, ускакивает, кто помнит, там, но где еще, в Танахе есть какая-то книга, упоминается, что олень убегает, ускакивает, и она, песня-песня-песня, молодец, молодец, да, то есть, всегда, ты же, как будто, достиг, достиг уже, цены, уже есть любовь, и, значит, любимая, любимая, местья, он ускакивает, окей, азе, и так, кстати, так и заканчивается, песня-песня, это самая последняя строчка, что он ускакал, это конец, такой конец, так что царский сын министри ловили вместе с ним, сказали, пойдемте обратно, уже все, нет сил, уже ничего не получится, уже сколько пробовали, сколько дней, сколько ночи, я не знаю, что там, да, а вот, видите, царь, он очень такой, как это называется, настойчивый, да, сказал, но кто хочет, может вернуться обратно, ребята, это очень важный момент, кто хочет, может вернуться обратно, как вы считаете, из министра, то есть, мы понимаем, что царь продолжает, да, не знаю, как самому, как одному царю, так и в лесу, да, преимущество в лесу, как это, но, во всяком случае, он разрешает, кто хочет, может вернуться обратно, как вы считаете, как министры поведут себя, я думаю, они пойдут с ним до конца, я все, молодец, вот, они все, все пойдут, да, все министры, есть другое мнение, мы же не можем узнать, что это за царь, какие министры, каким тоннам он сказал, мы не можем сказать, мы не можем сказать, мы не можем ставить точную ситуацию, я думаю, что найдутся министры, которые уже, не до охоты, у них другие там интересы, еще, может быть, если семья, это одно, если дела, это другие, то царь, это седр, я с царем, но он дал разрешение, у меня, я не могу тут сейчас, все, как говорится, молодость, на тратить на эту охоту, это его, и он выдумал, он хочет, но у меня-то есть свои дела, свои интересы, поэтому я могу представить, что многие министры использовали с этим, этой возможностью вернуться домой, вернуться обратно, наверняка есть, которые, да, продолжают, молодец, что ты так, без сомнений, сказал это, так, но если, сами понимаете, если мы всегда, когда слышим царь, и подразумеваем, все лишнего, тоже, наверняка, рабин Агман, хочет намекать, в этом хасидском рассказе, о всевишне, что у него есть какое-то желание поймать оленя, так надо понять, что за олень, который всевишний хочет поймать, и что за министр, тогда надо идти до конца, но это еврейский ответ, сами понимаете, мы идем до конца, народ израиль идет, сависим до конца, и даже если у нас, были такие времена, в истории еврейском, когда никаких шансов не было, чтобы было какое-то улучшение ситуации, или тяжелая очень ситуация, многие были такие периоды, тем не менее, евреи все всегда продолжали идти, все, окей, да, мне кажется, что Аминя это как в цели, и иногда человек стремится в цели, а есть тот, кто всегда будет говорить, да не надо, а, окей, не сам же человек, он сказал, а я цель, не надо в цели идти, и мне нравится ты, потому что он сказал, я должен поймать тебя, я должен поймать тебя, со мной, то до свидания, да, я не знаю, слышали тебя или нет, то есть, если бывает так, что, кто скажет, что, да не надо идти дальше, да, кстати, есть такая притча, есть такая психологическая проверка, да, что человек хочет куда-то идти, и его товарищ поставит там или руку, или там какую-то паку, ты не пойдешь, останься здесь, теперь есть два варианта, или он, если это для него не настолько важно, он может сказать, то, наверное, это знак отворца, значит, не надо, не надо идти, да, бывают такие знаки, правильно, мы прислушиваемся знаку, ну, сейчас не надо идти, там, есть такие приметы, черная кошка прибежала, там, олень прибежал, но это самое, но если, допустим, эта любимая девушка, да, которой ты давным-давно хочешь встречаться, тогда просто берешь, берешь его руку, убираешь, идешь, тебя не волнует, не волнует, он скажет, не надо идти, надо идти, а тебе вообще нет, ты его не слышишь, ты идешь. Окей, ребята, мы сейчас споем песенку, в заключении, этого Шидура, но это не та песня, которая, это песня Рабин Ахман. Кто Рабину сказал сильным голосом, нет отчаяния в мире вообще, да, и потом китаму прибавили, большая заповедь, быть в радости. Не большая радость, быть в заповеди, а большая заповедь, быть в радости. С нами главный радость. Эй, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok